Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Аделина Бдрахманова. 8 июля в Императорском зале Казанского Федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов MBA и DBA выпускникам высшей школы бизнеса. По традиции в начале мероприятия с поздравлением выступил ректор Казанского Федерального университета Ленар Сафин. Он поздравил будущих управленцев с получением дипломов и пожелал выпускникам успехов на дальнейшем жизненном пути. В 2024 году заветные дипломы получили 111 человек. 12 человек стали докторами делового администрирования. Среди них 5 выпускников граждане султана Тауман. 99 человек получили дипломы мастера делового администрирования. 15 из них граждане Китайской Народной Республики. Завершилась церемония памятным фото. Я с глубоким уважением и радостными, понимая ваши радостные чувства, хотел вас поздравить с этим вашей жизнью, я считаю, важным событием. Вы знаете, вы все люди из бизнеса, люди из реального сектора. Я думаю, что вы пришли не случайно. И эти знания, безусловно, вам помогут в дальнейшем для развития ваших компаний, для развития и потенциала наших стран. Поэтому я еще раз искренне вас поздравляю, приветствую и поздравляю. Со старта приемной кампании прошло 20 дней. За этот период мы выпустили несколько ознакомительных сюжетов о наших институтах, чтобы вы, дорогие абитуриенты и их родители, могли поближе познакомиться с высшим учебным заведением, в котором планируете учиться. На очереди у нас юридический факультет. Какое? Смотрите далее. Казанскому федеральному университету Он расположен в главном здании вуза. На этом направлении в Казанском университете учились такие ключевые личности нашей страны, как писатель Сергей Аксаков, Лев Толстой, Владимир Ленин и многие другие. Вот и по сей день юридический факультет выпускает профессиональных специалистов юриспруденции. В 2024 году факультету также были выделены бюджетные места, а именно 93 места на бакалавриат, 70 мест на заочную форму обучения в магистратуре и 58 мест на очную форму обучения в магистратуре. Достаточно большие цифры, контрольные цифры приема. И, конечно же, мы надеемся, что будет сформирован очень сильный контингент обучающихся с высокими, традиционно высокими баллами. Если по прошлому году где-то 276 на очную форму бакалавриата, соответственно, в специалитете нет бюджетных мест, поэтому мы устанавливаем там нижнюю границу 180 баллов по трем экзаменам «История общества знания и русский язык». И тоже надеемся, что здесь тоже будет достаточно сильный контингент обучающихся и на специалитете. Юридический факультет обладает широкими связями с зарубежными вузами. Его студенты и преподаватели участвуют в международных конференциях, стажировках за рубежом и академических обменах. Здесь высокий уровень теоретической подготовки, освоение необходимых компетенций и практических навыков. Традиционно студенты, учащиеся на бакалавриате, получают профессию юриста. В 2024 году уже во второй раз на факультете будет реализовываться такая ступень образования, как специалитет, где будут готовить специалистов по направлению судебно-прокурорской деятельности. Магистратура на факультете представлена многообразием образовательных программ, таких как правовое сопровождение бизнеса, международное бизнес-право, судебный юрист, а также уголовное право и уголовный процесс. Мы, в принципе, тоже считаем, что предложенные магистрские программы позволяют выпускникам бакалавриата уже определиться с тем, где они будут шлифовать свои компетенции, поскольку, по большому счету, и бакалаврская степень, она позволяет им трудоустраиваться по профессии, но уже на те должности, которые не требуют как раз уровня магистратуры. Отметим, что на факультете ведется активная работа со студентами по формированию практических навыков в сфере деятельности. Будущие юристы участвуют во всевозможных конференциях и семинарах, чтобы уже в ходе обучения развивать свои профессиональные навыки. Приходи, юридический факультет Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Лето в самом разгаре, как и университетские смены в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». На сегодняшний день база лагеря включает в себя все необходимое для организации спортивных, развлекательных и образовательных программ. Даже есть свой оборудованный пляж для плавания. Поэтому каждый из приезжих ребят найдет для себя что-то свое. О том, как прошли первые дни и что уже успели сделать ребята за это время, узнаете в следующем сюжете. 4 июля рано утром в спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» на большом автобусе прибыли 95 ребят из Луганской народной республики. Не только улыбки на лицах, но и блеск в глазах отражал, как долго они ждали этот день. Перед заселением они с интересом рассматривали территорию лагеря. Позже им провели инструктаж. Поделили на команды и вручили мерч. Немного отдыха и к делу. Уже в первый день ребята побывали на занятиях преподавателей кафедры русского языка и литературы, математики и прикладной информатики и педагогики. Ведь даже на отдыхе можно и нужно вспоминать пройденное и узнавать что-то новое. В первый день, когда я приехала, было немножко сложно, потому что мы очень долго ехали, но нам выделили час, чтобы отдохнуть. Первый день прошел очень эмоционально. Я в первый же день познакомилась с многими людьми и, в общем, со всем отрядом и большинства людей с лагеря. Дорога в лагере была сложная двое суток, но эта дорога того стоила. Мы заселились. Поначалу было тяжело, но позже мы выспались, освоились. И очень круто. Тут очень крутые квесты, очень крутая столовая, очень хорошие корпуса, приятные вожатые. Я за этот короткий период нашел уже себе много друзей и думал, что в дальнейшем будет больше и лучше. Занятия интересные. Если бы не все занятия, которые проводили, то, наверное, было бы немножко скучно, а так и развиваюсь, и интересно. Также жду спортивные мероприятия. Они уже были некоторые. Очень понравилось работать командой, отрядом. Также лагерь посетила проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Екатерина Турилова. Она поприветствовала гостей и пожелала активного и хорошего отдыха. После этих слов ребята еще больше зарядились хорошим настроением, ведь по вечерам их ждали культурно-творческие мероприятия с танцами, песнями и театрализованными постановками, к которым они усердно готовились, как и к занятиям с преподавателями. В рамках этой прекрасной смены у нас запланированы образовательные занятия. В лагерь приезжают преподаватели вуза с разных кафедр. Это и филологи, и биологи, и психологи, педагоги, которые проводят в интересной интерактивной форме свои занятия. Смена продлится до 15 июля. Для ребят запланировано еще много активных и интересных дней. Выезды в Елабугу, знакомство с городом и Елабужским институтом КФУ. Поэтому все самое интересное еще впереди. Кристина Отекина, Универновости. В следующем сюжете мы расскажем вам о наиболее чистых пляжах и водоемах Казани. Безопасное плавание и комфорт – ключевые параметры летнего отдыха. Эксперты отмечают, что качество воды в больших открытых водоемах, как правило, выше, чем в небольших закрытых. Это связано с лучшей циркуляцией и самоочищением. Поэтому для купания рекомендуется выбирать именно просторные озера и реки, а не маленькие пруды. Одним из самых чистых и безопасных мест для купания в Казани является глубокое озеро. Благодаря своей глубине, проточности и отсутствию промышленных объектов поблизости, вода в этом водоеме отвечает всем необходимым экологическим нормам. Глубокое озеро – это Карстовое озеро с подводным питанием. У него хорошая, соответственно, рекреационная емкость, потому что у него довольно большая глубина. Глубокое озеро, оно как Раивское озеро, то есть тоже 21 метр. Вот у нас замечательное озеро есть в Татарстане. Это Архиейское озеро или Тарлашенское. К сожалению, его вовсю отдают под застройку, береговые зоны. И озеро из-за этого мелеет, забор идет очень большой для жителей уже. Поэтому вот это крупные озера, к примеру, Раивское, но в Раивском заповеднике ограниченный подход. При выборе места для купания стоит также обращать внимание на наличие растительности, отсутствие мусора и следов загрязнения. Идеальная экосистема водоема для безопасного плавания – это чистая вода, пологий песчаный или галичный берег, отсутствие водорослей и посторонних предметов. Очень многое зависит от целого ряда процессов. Но в первую очередь смотрит на то, где есть или нет загрязняющие вещества. То есть надо знать точно, имеются ли источники антропогенного воздействия, поступление источных вод вблизи какой-то опасной. Конечно, предпочтительнее пляжи Волги, Кувишевское водохранилище. Казанка – это пляж-локомотив, это пляж Нижние Заречья, пляж около русско-немецкой Швейцарии. Вот эти места относительно чистые. Ну вот в первую очередь ютинский карьер был всегда достаточно чистой водой, поскольку это крупный вообще водный источник. В Казани есть несколько водоемов, которые считаются застойными и не подходят для купания. Они характеризуются низкой проточностью, что приводит к накоплению и загрязнению веществ и ухудшению качества воды. В застойных водоемах часто наблюдается цветение из-за избытка биогенных элементов, таких как фосфор и азот. Это создает благоприятные условия для размножения патогенных бактерий и водорослей, выделяющих токсины. Купание в таких водах может быть опасным для здоровья. В водоемах со стоячей водой могут наблюдаться такая болезнь, как циркариоз. Она сейчас тоже пришла к нам в Россию. Правильно, что в Белоруссии отмечалось, сейчас в России тоже отмечается. Уже несколько лет у нас тоже начинают уже в Татарстане об этом говорить. В общем-то, в водоемах со стоячей водой, там, где купаются, где большое количество уток, купаться следует осторожно. Юдинский карьер в прошлом году попал в это число. Но, в принципе, это могут быть некоторые заболоченные водоемы, мелководные заболоченные водоемы. Поэтому не в каждый водоем вообще надо идти. Хотя вот Юдинский карьер – это и не мелководный совершенно, это глубоководный водоем. Поэтому это болезнь новая относительно. И, конечно, пляжи надо проверять. Если же нет ни времени, ни возможности выехать за город и добраться до реки, можно обратить свое внимание на общественные бассейны и аквапарки. Как правило, сотрудники проводят тщательный химический анализ, чтобы убедиться в соответствии показателей с санитарным нормам. Основным дезинфицирующим агентом, используемым в бассейнах Казани, является хлор. Этот сильный окислитель эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы. Кроме того, в воду добавляют специальные реагенты, которые связывают и нейтрализуют органические загрязнения, попадающие в бассейны вместе с купающимися. Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 8 июля в органном зале состоялась торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам Набережной Челнинского института Казанского федерального университета. В этом году из стен родного вуза выпустились более полутора тысяч студентов. 274 из которых получили дипломы с отличием. Традиционно праздник начался с озвучания студенческого гимна, напомнив о пути, который прошли выпускники от первого дня обучения до торжественного вручения дипломов. Особо отличившихся студентов, чьи высокие достижения выходят за рамки академических побед, на сцене органного зала чествовали директор Набережной Челнинского института Георгий Котиев и заместитель главы муниципального образования города Набережной Челны Ирина Сагедулина. На сцене органного зала награждали не только выпускников, но и подрастающие поколения, которые, несмотря на свой небольшой возраст, уже тесно взаимосвязаны с университетом. Мероприятие сопровождалось праздничными вокальными и хореографическими номерами, подготовленными как студенческими коллективами, так и профессиональными артистами органного зала. Для выпускников и их родных этот день стал запоминающимся и значимым. Радость от успешного завершения обучения, гордость за достижение и возможность начать новый жизненный этап – все это переполняло сердца присутствующих. Пусть этот день запомнится им как стартовая точка к яркому и успешному будущему, наполненному новыми достижениями и профессиональным ростом. Сегодня мы окончили Казанский федеральный университет Набережно-Челнинский институт, получили диплом с отличием, обалденные эмоции, все классно, все супер. Один из торжественных дней в нашей жизни, как говорится, весь пройденный путь, весь полученный опыт, за все благодарим преподавателей, коллектив нашего уникального вуза. Дорогие друзья, выпускники Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета 2024 года, от всей души поздравляю вас с окончанием института, с получением красного диплома. Продолжайте учиться всю жизнь, учитесь на отлично, живите на отлично. Я благодарна, что я попала в этот институт, за всю студенческую жизнь, своему коллективу особенно, в целом вообще творческим людям. Программно-аппаратный комплекс для диагностики двигательных функций человека Actorscan создали аспирантки третьего года обучения Института математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Виктория Смирнова и Елена Семенова год назад стали победительницами конкурса «Студенческие стартапы», получили грант в 1 миллион рублей на реализацию проекта «Разработка методики и программного обеспечения для диагностики двигательных функций человека по данным видеофиксации». В одном из наших следующих выпусков мы подробно расскажем о подготовке и реализации проекта, сложностях и восходящих точках, преимуществах и, конечно, применении. Не пропустите! На этом все. В студии была Адлина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!